Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 декабря, так и норовит язык сказать июня. И вот в завершение я рассказала про томат толстый джек сегодня, про томат буян, желтый, красный, про Кенигсберг и южный загар, о том, что они совершенно одинаковые, ну сорта близнецы можно сказать. Сейчас хочу рассказать о теневыносливых томатах, потому что многие и в прошлом году спрашивали, и в этом году спрашивают. Этот вопрос волнует многих. Почему? Сейчас объясню. У меня у самой такая проблема. У многих из нас участки всего 6-7 соток. Вот у меня 6,5. И если учесть, что на этом же участке стоит где-то вот у нас гараж, тут сарай, тут тень от дома, там соседские вишни так дают тень хорошо полдня, что если следовать рекомендациям специалистов и не высаживать томаты, например, на то место, где тень, то у нас места, где всегда солнце, почти нет вообще. Тут падает от дома первую половину дня, вторую половину дня падает от соседской бани, от сарая. Ну короче, у многих такие проблемы. И как мы знаем, что всегда написано, для выращивания томатов нужно подбирать солнечное место, желательно, чтобы не было там тени вообще нисколько, ни 20, ни 30, ни 50 процентов. Я сначала следовала этим таким руководством, но потом получилось, что ни томаты нельзя выращивать там, где тень, нельзя ни в коем случае высаживать туда огурцы, нельзя ни в коем случае высаживать... Ну короче, нельзя никакие культуры овощные высаживать туда, где тень. Что же делать с этим половиной участка, где у нас тень или до обеда, или после обеда. Потом понемногу я начала испытывать томаты, и все-таки какие-какие начала высаживать туда вот, ну к заборчику, под сарайчик, под соседский, под соседские вишни. И оказалось, что... Потом начала изучать эту информацию. Оказалось, что многие томаты можно выращивать в тени, но самое главное условие, чтобы тень была, конечно, не весь день, чтобы хотя бы или до обеда было солнце, или после обеда, чтобы вот такую вот, какую-то определенную порцию солнца они все-таки получали. Потому что мы все знаем, только под влиянием солнечных лучей происходят все эти фотосинтезы в листьях, все эти вот вещества, которые корни поднимают наверх, они там перерабатываются, в удобоваримую вот эту вот, они все поглощают. Все, мы поняли, что тень томаты выносят, но только половина. Опять же, какие туда кинуть вот на такой, на самый неблагоприятный участок, чтобы потом не пожалеть. Тут, конечно, нужно подбирать сорта. Я вам сразу скажу, что есть два типа томатов, которые могут выращиваться в тени. И они совершенно разные. Одни низкие и детерминатные, другие, наоборот, высоченные и индетерминатные. Сейчас я расскажу об обоих. Я вот про такие детерминатные уже рассказывала. Когда вы покупаете пачку томатов, то на обратной стороне обычно написано, поскольку штук можно высаживать на один квадратный метр. И сразу говорю, что для выращивания в тени лучше всего подойдут те сорта, которые позволяют себя выращивать с загущением. Иногда на пачке прям так и написано, что этот сорт можно выращивать загущенно. По 5-6 растений на один квадратный метр. Это то есть значит, что вот у нас вот такая вот метровый квадратик, где обычно мы высаживаем 3 от силы 4 нормальных кустов. Их можно высадить целых 6 штук. Это вот как раз пишутся про те толстоногие сорта, про которые я всегда говорю, что они такие неприхотливые, и их можно без подвязки, безо всего, посадил и забыл. К ним относятся, вот у меня, например, это и Демидов, и Настенька, и Таймыр, Буяна, Аляска, Полюс. Все вот эти сорта, которые можно и без подвязки. И у меня 2 года назад, по-моему, я видео снимала, как я томат Демидов выращиваю по принципу посадил и забыл. Вот высчитываю примерно 6 штук на 1 квадрат, метра 4 беру и пошла вот так вот, квадратно-гнездовым, вот такое расстояние, так, 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 ничем не подвязываю, ничего не делаю. Они стоят, им падать некуда, они друг друга держат. И раз этот томат, даже на солнечном месте, можно выращивать с загущением, что это значит? Это значит, что они, даже закрывая немного листьями друг друга, это не ухудшает их качество, то есть они не вытягиваются. Они же толстоногие, у них толстый ствол, они вообще не способны вытягиваться. Если простой томат вот так загущено посадить, вы знаете, что будет. У них начнется конкуренция, листики начнут друг друга закрывать, и каждое растение будет стараться вырваться вверх, чтобы накрыть другое и получить вот это дорогое солнце. И они вытянутся, у них истончится вот этот стволик, они начнут заваливаться, они будут хилые, и они не будут способны уже сформировать томаты. А вот эти дубки, которые толстоногие, они просто, они может и хотели бы туда вырваться, но они по своим сортовым характеристикам, они не способны, они не склонны к вытягиванию, они даже не то, что не склонны, они не могут этого сделать. Я не знаю, почему они не могут вытягиваться, но они вот как стоят, как высадишь, и они растут равномерно, они друг друга не забивают. И вот этот класс толстоногих томатов, это самые удобные вот те томаты, которые можно выращивать немного в тени. Что они так в загущенных посадках, когда посадил и забыл, вот у меня на грядке ленивки они были все сплошные, что они так растут в полутени, в полутени друг от друга, что они будут расти у вас там, например, где-то под сараем или под забором, если полдня будет солнце, им этого будет достаточно. Просто, когда вы высаживаете и так в тени, то нужно немножко, чуть их пореже, чтобы хотя бы тень друг от друга их не закрывала. Там достаточно тени будет вот от сарая или от забора. Это первый класс, те, которые детерминатные, те, которые штамбовые, компактные, которые можно вырастить загущим, например, в одной грядой. Второй класс, или вид как назвать, это наоборот самые высокорослые, индетерминатные. Я не могу сказать про все, не знаю такой информации, про все сорта изучать некогда и испытывать все сорта, просто времени не хватает. Я знаю прекрасно, вот Дебарао золотой, у меня, например, всегда высаживаю вдоль бани соседской. Он прекрасно выносит затенение и где-то, по-моему, я даже читала, что он легкое затенение, он выносит. Ну, во-первых, они вырастают высоченные и возможно, что вот из-за своей вот этой высокости как-то больше ближе к солнцу. Не знаю, чем объяснить. Еще, в этом году я показывала томат очарования, который тоже по такому же принципу, у него такая же, такое же строение куста, он тоже индетерминатный, у него тоже желтые плоды небольшие, такие среднеплодные, очарования. И он тоже прекрасно растет в тени, и я в этом году, когда видео снимала про него, я говорила, что я его всегда высаживаю куда-нибудь в то место, где другие нормальные томаты не растут. Вот, около соседского забора, там, под вишнями, около сарая соседского, который метра два отбрасывает тень, но эту землю вообще не использовать. Мы не можем же мы, у нас по всему периметру, если убрать вот тень от забора, где, то вообще ничего не останется. Потом, есть у меня денежное дерево, номер 80, это то же самое. Он мало того, что холодостойкий, он еще теневыносливым называется, и у него тоже высота 2 метра, такой же плод, не очень большой. И вот про эти три сорта я могу точно сказать, что они теневыносливые, и что их можно высаживать в затененные участки. Ну, а это значит, что среди индетерминантных других сортов, возможно, тоже есть такие же сорта, которые тень выносит. Просто я об этом не знаю, и, может быть, вы об этом тоже не знаете, но можно больше пробовать, испытывать почаще. Посадил два кустика в тень, ну, как в полутень, или в такую, в разреженную тень, вот от деревьев, например, бывает много падает, и посмотрите, а может быть он способен, тоже так же, как добарао золотой, вот как денежное дерево, может быть, как очарование, может быть, он тоже способен. Ну, вот у меня вот этих три сорта, это точно, я знаю, что их можно смело высаживать в затененный участок, ну, значит, есть и другие сорта. Все, до свидания. Я делюсь с тем, что я знаю, вот те сведения выкладываю, может быть, кто-то другие какие-то сорта людям предложит, потому что очень много вопросов, люди мечутся, ищут, какие сорта можно посадить в тень, потому что тени у нас много. Если еще погода и так, паспорная, еще заборчик стоит сплошной, еще дерево растет, ну, куда эти участки земли, тоже надо как-то... Все, до свидания. Сейчас будет еще одно грустное видео, и будем с вами прощать.